Разрушены мечты, как сохранить равновесие. Хорошая тема. Разрушены мечты. Что делать? Где это равновесие? Разрушены это... Мечта это очень важная составляющая в жизни человека. Когда он на что-то надеется, что-то ждёт, он строит планы, потом вдруг всё под откос. И как отнестись в нашей собственной жизненной ситуации, когда всё вдруг случилось, или случается, или повернулось, или завершилось не тем, что ты ждал. И вот Иосиф, молодой человек Иосиф, посмотреть на его жизнь и посмотреть на все его разрушенные мечты. И научиться у него, что делать в этот момент. Совсем несколько глав. 37 глава книги Батиян. С первого стиха. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Хананской. Вот житие Иакова. Иосиф в 17 лет, запоминаем эту цифру, это совсем молодой человек, у которого уж точно все мечты. В 17 лет какие мечты? Учиться, поступить куда-то, приобрести какую-то профессию, жениться. Всё впереди такое розовое. Есть здоровье, силы, всё какое замечательное. Весь мир какой прекрасный. Так вот, в 17 лет, Пасхот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валой, сыновьями зел, жёна отца своего, и доводил Иосиф, худые о них слухи до отца их. Это не значит, что он наговаривал, и поклёп какой-то там делал. Он говорил то, что было на самом деле. Их характер видим, мы дальше это увидим, что это были за братья. И он говорил правду отцу о них. Понимаете? И дальше. Израиль, то есть это отец Иосифа Якова, Израиль, любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. Новая проблема. Когда дома какие-то детей выбираешь, кого-то выделяешь, дети говорят, а мама любит того больше, отец говорит, а у детей папа того больше, чем меня. Я часто это слышу. Здесь была также проблема, видите, на это надо, ну, для себя это заметить, что могут возникнуть большие проблемы из-за этого. Увидели братья, ему что отец их любит, его более всех братьев его, возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. Знаете, другая проблема, это повторные браки, это разводы, это дети от разных матерей или отцов. И вот такая ситуация возникает тоже проблемная. Видите, как много началось уже в жизни Иосифа, еще он только начинает жить, а уже вот эти семейные проблемы и трудности возникают из-за того, что взрослые не построили правильное отношение. И от этих разных жен эти дети объединились в ненависти к Иосифу. И дальше рассказано о знаменитом сне Иосифа. Видел Иосиф сон, рассказал братьям своим, они возненавидели еще более его. А он сказал им, ну выслушайте сон, который я видел, вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал, вот встал прямо, а вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. Сказали ему братья, а неужели ты будешь царствовать над нами, а неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. Молодой человек, который смотрит так радостно в будущее, со стороны самых близких людей встречает ненависть, напряженность, какое-то такое отношение злорез, зловредное такое. И дальше сокращает этот сон, потому что тут сон приснился, он рассказал его и отцу, он искренен. Понимаете, он искренен. Он увидел, что-то братья не то делают. Пойду скажу отцу, и уже они могут попасться, сделать дальше. Вы понимаете, если отец не на страже, а у родителей есть ошибка, всегда думать, что дети идеальные. И закрывать глаза. А здесь Иосиф, вот видите, он рассказывает отцу, чтобы тот как-то предостерег. Мы знаем, это проблема была Ильи, когда он не останавливал своих сыновей, и они делали то, что не надо. И здесь мы видим, что конец всей этой истории заканчивается тем, что отец, когда послал Иосифа пойти проведать братьев, живы ли они, сыты ли они, как там дела у них, а его встречают совсем с другой мыслью. 18 стих. Увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Есть разная степень ненависти. Дальше уже больше не убить. Мы видим, вот зависть, вещь нехорошая. Все с зависти началось у них. С зависти. Вот. И кончается она тем, что действительно убиваешь отношения. Если уж не физические, то точно теряешь этого человека. потому что ты посеял в своем сердце зависть, которая сжигает, съедает, разъедает. И так в 20 стихе пойдем убьем его, бросим его в какой-нибудь рог, а скажем отцу, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. И дальше мы видим, что Рубим это услышал, избавил их, его от руки. То есть сказал, ребята, не надо, давайте не будем убивать. А Иуда 26 стих говорит, а польз какая убьем. Зачем нам его кровь на наши головы? Давайте лучше продадим. И вот продают они его измельтянам. Интересная история Измаила и Исаака. Два брата, это два сына, Авраама, будущая Рама, измельтяне, и Израиль. И мы видим, как они вместе сегодня и сказано, пред лицом братьев будет он жить всегда, Измаил. И мы видим, что пред лицом братьев какие-то ответственные моменты Израиля он появлялся, как будто из-под земли вырисовывался, этот Измаил, и приходил на помощь израильтянам. То есть, ну, это же факт. Мы понимаем их сложные отношения в семье, их ненависть друг к другу и сегодняшнюю ненависть видим. Но интересно, почему именно измельтяне его выкупили и спасли его. Мадиамские, которые измельтяне были? Это были измельтяне, да, вот читаю еще раз. Когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа измельтяна за 20 серебряных ремиков, а они измельтяне отвели Иосифа в Египет. Вот эти 20 серебряных в этом смысле где-то Иосиф прообраз Иисуса Христа, потому что тоже был продан. А дальше они пошли к отцу, папочка, вот это козлик тут вот вымазали, вот, и в общем заели волки твоего сыночка. И отец оплакал сына. Дальше. А вот дальше, родные мои, мы же поставили тему. Когда разрушены мечты, как сохранить равновесие. Ты был любимый сын, дома была горячая еда, мама, папа любят, разноцветные даже одежды, столько внимания, столько заботы, столько... и все. И в яме продали и в полной неизвестности и в ужасе. Это все в 17 лет. И так рухнули мечты. И ты... Он потерял поражение, он встретил ненависть со стороны самых близких людей. Кстати, самые близкие, они самые сложные для нас оказываются. В общем, и все проблемы там, с близкими. Но давайте посмотрим, если ты Божий человек, как эти разрушенные мечты, что делает с ними Бог? 39 глава. Иосиф, отвезен был в Египет, купил его из рук измаильца, приведших его туда египтянин Батифар. Царь и дворец фараонов, начальник телохранителей, был Господь с Осифом. Он был успешен в делах и жил в доме. Господина своего египтянина. Увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Снескал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над своим домом, и над всем, что имел Господь, благословил дом египтянина Господь, ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел в доме и в поле. Ну как вам, что скажете? Что скажете? Какие у вас мысли приходят? Вот ты в отчаянии, вот ты в одиночестве, вот ты продак, вот ты предак, вот ты один. Что еще остается? Есть ли ты? Что? Что остается, кроме того, что ты предан Богу в этой ситуации? Знаете, по-разному можно повести себя. Если бы он не был предан до того, то и преданность потом, это знаете, благословение от него не отнялась. Немного стоит. Это он остался преданным, он остался, кем он был. Он не разочаровался, разочаровался, мы не видим, что он тут пустился в объяснение и в обвинение, какой он, он из хорошей семьи и то и то, а вот братья такое сделали. Нет, он выполнял свою часть. Посмотрите, Господь был с ним, он был успешен в делах. Понимаете? Вот есть люди, да, вот за что не возьмется, делает хорошо. Есть другой человек, за что не возьмется, лучше бы не брался. Там взял, что-то упало, сломалось, разбилось, такое-такое, все за что не взялся, все сделал, ляп-ляп. Вот я видела и тех, и других. У одних так прямо спорится, так хорошо получается. Ну в чем дело, родные мои? Вот и Осин был успешен, жил в доме господина своего, египтянина. Потому что что увидел господин? Почему его господин домой взял? Он же был раб, не забывайте, купленный раб. Раб это никто и зовут никак. Почему царь дворец сказал, пошли ко мне домой? Увидел в нем. Слово тела господь руках его отдает успеху. Да, и он увидел, что дом египтянина, свой дом, благословляется. Слушайте, привел домой человека, вижу все, кто мне стал, лучше стал. и там, и там, да потому, что благословение одного, Божьего человека приносит благословение всему дому. Вот почему, он его с интересом личным таким взял к себе, потому что он увидел, что за этим человеком благословение. Знаете, вот каждый из нас, Божий человек, это так? Ну как, вы вообще Божьи дети? Да. Конечно. Вы знаете, что ваше присутствие в любом месте, вот мы освещаем здесь это место, знаете? Да. Я больше чем уверена, что руководство здесь настолько, это Божья милость. Но, судя по тому, как к нам относятся все эти долгие годы, я внутренне чувствую, и некоторые с беседами общались, что они получают огромное благословение от нашего здесь пребывания. Огромное. Потому что каждый раз директор что-то хочет мне показать. То показывал награды. Первое место они взяли по всему. Но хочет мне показать и медаль, и эту вот, эту вот грамоту, понимаете? То те заслуги, то эти. И я вижу, что он напрямую связывает это с нами. И не упущу момента ему сказать, Андрей Игоревич, тут наша доля. Вот за что он всегда говорит, спасибо, спасибо. Ну, что они и Соросов получали, понимаете? И благословение его семье, и всему. И я вам скажу, точно знаю, вот, вот, на сто процентов знаем, что это именно так. Что, знаете, вот это то, что переживают они от божьих людей, а теперь перенесем это лично на вас. Такой теперь дует или оттуда дует, как это дует, мне кажется. Спасибо. Смотрите, вы пойдем, мы идем в чьи-то дома. Перенесем благословение? Конечно. Дом благословляется. Дом благословляется. У меня была ситуация, когда мне один человек видеть не хотел. Эта зараза, куда не придет, церковь открывает, чтобы ее ноги в моей доме не было. Там средняя. А когда я туда пошла, ну, потому что он уже совсем больной лежал и так далее, а там все применились, так у меня виноградинки брали из рук. Потому что в мусульманском контексте, если человек пришел, и вдруг создался мир, и какая-то случилась ситуация хорошая, а все случилось на глазах, я и не собиралась этот мир приносить, честно говоря, я не знала, что у них война. Я просто пошла туда. А у них все развернулось так, что потом у меня брали от рук, старались все взять эту виноградинскую. У них считается это святое, да. Это у них такое мировоззрение. Вот. А конфетки, если отдают, даже этот говорит, у меня сахар, но из ширинных рук надо взять. И стараются взять, что это благословение. У них такое, что если этот человек Божий, а что-то пережили еще это, все, надо от этого человека взять, он несет благословение. Вот, родные мои, такой же был и был Патифар. Египтянин Патифар. Он был не глупый. А что это, от благословения ты отказываешься? Иди, иди сюда. Иди, мой дорогой, живи в моем доме, все тебе дам, всем управляем, все, пожалуйста. Как вы думаете, Иосифу хорошо там жилось? Конечно. Ободрил его Господь? Братья продали, а Господь нашел через кого и как ободрить. Он увидел хорошее отношение, он не был такой, копай глубже, кидай дальше, он не был такой, чтобы его, потому что он имел этот духовный авторитет и Патифар за него, как держался, как ценил. Смотрите, все замечательно. Вот, кажется, восстанавливаются силы, восстанавливаются мечты. Да, где-то там глубоко боль это предательство. Но Господь вдохновляет. Ничего, сынок, поднимешься. Как все хорошо. И вдруг, и вдруг, когда только начнем восстанавливаться, кажется, будет все хорошо. Вот оно, Божье благословение. Господи, воистину, я твой сын, и ты обо мне заботишься. Седьмой стих тридцать девятой главы. Обратила взорная Иосифа жена господина его и сказала, спи со мной. А он отказался и сказал жене господина своего. Да господин мой не знает при мне ничего в доме. Все, что имеет, отдал в мои руки. И нет больше меня в доме сём. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. А как же я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом. Мы видим вот это высокая мораль Иосифа, которая была везде. Поверьте, это не потому, что господин запретил. Иосифу и запрещать не надо. Он это никогда бы не сделал. это уже он ей такое говорит, слушай, господин запретил, очухайся, ты же жена ему. А Иосиф это не мог сделать, да потому, что он был Божий человек. Он заповедит для него, какое было искушение, понимаете, люди ищут где-то, чего-то нагрешить. А тут ему все, можно сказать, карты в руки, тут ещё и любовником будешь, жены, тут тебе совсем может хорошо будет жить. Посмотрите, какой он был мудрый. Он понимал, что такое мораль, что такое непрелюбодействуй, что такое чужая жена. И он говорит, что я не могу сделать это зло перед Богом. Не перед даже твоим мужем, перед Богом. Вот. Чем кончилась история, знаете, чем кончилась история? Нерывок на свободу. Вот так. посадили в тюрьму. Рухнули мечты. Рухнули мечты родные. В один день, когда он пошёл проведать братьев, он был любимый сын, он утром вышел один, а вечером он уже был совершенно другой. Он был в яме, он был продан, он пришёл в это рабство, Бог его поднимает, восстанавливает и опять рухнули мечты. В доме, где тебе доверяли, ты не можешь ничего доказать. Было болено ещё поэтому, что этот хозяин мне столько доверял, как искренне служил ему Иосиф. И потом докажи, что ты не верблюд, что ты это не делал, ничего не можешь. это было, конечно, для молодого человека всё такое пережить и не сломаться. Знаете, молодые люди идут в тюрьмы, оттуда выходят ещё хуже. А посмотрим на Иосифа. Вот его бросают в эту самую тюрьму. И дальше в сороковой главе эти знаменитые сны. Один хлебодар, другой виночерпию. Иосиф рассказывает эти сны и говорит он виночерпию, ты выйдешь, ты выйдешь, вспомни там обо мне. Я тут, в общем, ни за что сижу. Может быть, скажешь, хозяин. Какая-то видна надежда у него была, чтобы, может быть, вот выбраться. Что, вспомнил о нём этот никто о нём не вспомнил. Остался он там один, сидел после этого ещё два года. И мы видим Иосифа, мы видим Иосифа смиренного, кроткого, под этими всеми тяжёлыми обстоятельствами, человека, всем сердцем уповающего на Бога. И дальше мы видим, что тут уж фараон снится сон. Почему всё не сразу делается? Казалось бы, Господи, ну ты такой план задумал, да сделай это всё побыстрее, ну чё он там в этой тюрьме мучается и так далее. Вы знаете, вот так, наверное, Господь проверяет и нас с вами и допускает в нашей жизни иногда обстоятельства, которые не сразу разруливаются, не сразу вдруг становятся каким бы вы хотели видеть. Но если мы с Богом, то Господь обязательно зло обродит в добро. Потому что история Иосифа кончилась именно этими словами. когда приснился этот сон и он разгадал этот сон больше того Иосиф отгадал ну что там помните семь худых коров едят семь жирных а семь тощих колосьев да прочитайте всю эту историю с 37 по 50 главы едят толстые колосья и никто не поправился. Сожрали всё, но не поправились. И вот Иосиф разгадывает, что это будет семь голодных лет и семь тучных лет и даёт совет что надо делать. И тогда фараон его ставит после себя вторым человеком во всей империи. И мы видим вот это вот посмотрите падение взлёт в доме падение взлёт вот так с нашей жизнью родные мои и с нашими мечтами иногда они рассыпаются разбиваются не исполняются и кажется уже не вернёшь время не изменишь отношений но если дети Божии Господь за нас и он из этого зла сделает добро какое было добро Иосиф спас всё своё семейство которое осталось там в Хананской земле и был страшный голод везде и эти братья в итоге пришли и не только один раз они там все два-три раза клоняюсь он спас своего отца он увидел его ещё и закрыл ему глаза и похоронил отца и какой почёт он имел в стране он был знаете он был очень большим человеком конечно и эти похороны которые были такие пышные его отца вот я удивилась ведь они евреи у них было знаете как сегодня мы меня завтра похоронили и всё это здесь было с такой пышностью целая свита тут было бальзамирование и так далее иосиф как-то не противился и не держался за какие-то обычаи вот это лишний раз в мусульманском контексте знаете смерть это ой как вы ходите в христианскую церковь как вас будут хоронить где вас будут хоронить иосиф смотрите он отец его патриарх ничего пусть это будет бальзамирование 40 дней 7 дней оплакивания когда человек умирает это к Богу идёт куда он идёт к Богу и мы видим что и сам Иосиф был с большими почестями похоронен то есть он был на очень большой высоте в этой стране но никогда не забывал о своей родине о своём народе об обетованиях божиих и поэтому лично пошёл хоронить отца в землю отцов а именно положил где лежал Авраам а умирая просил чтобы его кости вынесли когда они будут выходить из Египта и не потому что эти кости как будто уже имели ценность нет чтобы у евреев не осталось никакой памяти о чужой земле потому что эта земля не была им дана и чтобы величина Иосифа не затмила то что а тут Иосиф лежит тут наши святыни ничего у вас здесь нет вот ваша земля и там положены все отцы и эта история учит чему что Бог зло обращает в добро Иосиф именно это сказал своим братьям вы умышляли сделать мне зло но Бог обратил это в добро они очень боялись они очень боялись и родные мои чтобы закончить эти благословения Моисей вспоминает Иосифа 33 глава в книге второзакония это последние слова Моисея с 13 стиха об Иосифе сказал да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба росою дарами бездны лежащей внизу вожделенными плодами от солнца вожделенными произведениями луны превосходнейшими произведениями гор древних вожделенными дарами холмов вечных вожделенными дарами земли и того что наполняет ее благословение явившегося в терновом кусте да придет на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих вот каким был Иосиф потому что все горести трудности испытаний разбитые мечты он отдал Богу и Бог благословил его все испытания и обратил их в добро ровно то что должно было служить Богу злу послужило добро то предательство послужило тому что была спасена вся страна вся земля его родственники его отец все Бог обратил в добро если мы дети Божьи то Господь наши трудности наши слезы наши горести испытания непременно обратит в добро и вот книга последний текст это первая параплеменон пятая глава скажите Иосиф как им был по счету одиннадцатым да а теперь читаем первая пятая глава первый стих сыновья Рувима кем он по счету был первым сыновья Рувима первенца Израилева он первенец но когда осквернил от постели отца своего первенство его отдана сыновья Иосифа вот кто считается первым вы видите какие благословения получил этот муж божий а все начиналось большой трагедии и история его такая непростая с предательствами обманом неправдой клеветой желанием убить но всегда победа родные мои дети божьи ничего не бойтесь и никого не бойтесь и эти наши разрушенные мечты они могут стать нашим благословением если мы смотрим не на них а на великого Бога который их меняет и обращает в любовь и добро и радость и утешение аминь давайте мы помолимся сестра эльмира пожалуйста сюда сестра